Стрелец, апрель будет у вас очень интересным месяцем в связи с тем, что ваш управитель планеты Юпитер как раз-таки сейчас, вот в апреле, в самой своей кульминации, в благоприятном аспекте с Плутоном. И для нас, для всех жителей Земли это прекрасный аспект, потому что многими авторами он признан как планетарное событие, которое приносит возможности заработка большого и вообще возможности как-то быть ближе к источникам серьезных финансовых ресурсов. Но для вас, так как вы являетесь обладателем все-таки, не обладателем, у вас управитель Юпитер и вы непосредственно участвуете в этом аспекте, он еще помимо каких-то финансовых выгод несет еще множество чего. И весь апрель, он в принципе вам, например, создает возможность перехода на новый какой-то социальный уровень. То есть если вы сейчас находитесь в той стадии, когда согласно вашему профессиональному росту вы должны перейти, например, на какую-то другую карьерную лестницу, на карьерную ступень и в этой лестнице, и у вас должны случиться перемены вашего социального круга, неких ваших новых знакомств и так далее и тому подобное, то как раз таки вот в апреле это наиболее вероятно, что все это случится, что будет и карьерный рост, что будут новые назначения, будут какие-то почести вам оказаны в этом месяце и у вас сменится социальный круг. Притом он сменится совершенно для вас безболезненно и могу сказать, что та перемена, которая произойдет, она будет для вас полна перспектив и потенциала. Поэтому этого не надо бояться, наоборот, к этому нужно стремиться и каким-то образом, даже если вы видите, что есть эта возможность, просто инициировать ее, запустить ее. То есть от вас-то требуется, в принципе, какое-то определенное участие, так как это все-таки аспект между ними нетрина, а секстиля между Юпитером и Плутоном. Поэтому здесь важен наш подход, наша вот инициатива, наша творческая энергия. Это очень солнечный аспект. Он говорит о том, что мы этого хотим, и если мы этого хотим, небеса готовы нам эту возможность и этот потенциал предоставить. Это, в общем-то, обо всем месяце мой такой важный совет вам. Если мы говорим о том, какие периоды, на что вам потратить правильнее было бы, то тогда можно сказать, что первую часть апреля вы должны прожить достаточно спокойно, потому что ваш управитель не делает особо никаких аспектов, он ведет себя спокойно, ретроградно по Скорпиону. Правда, понятно, что все мы находимся в это время под действием сильных аспектов между Венерой и Юпитером, между Венерой и Марсом, между Марсом и Сатурном. Поэтому предполагаю, что все равно, так или иначе, вы будете включены в какую-то историю коллективную, но она будет в очень гармоничном таком разрешаться контексте. Вам будет легко взаимодействовать с другими людьми, вы будете создавать какие-то достаточно поверхностные договоренности, не очень важные у вас будут в это время какие-то переговоры, дела. И, собственно, это время просто, которое можно посвятить чему угодно, в том числе и отдыху. Я имею в виду период с 1-го где-то по 15-е, по 14-е число. То есть время достаточно спокойное. Посвящайте его чему угодно, в целом у вас все получится, но не намечайте ничего гардиозного, потому что как раз-таки для этого пока небеса еще не уготовили нужных аспектов. А вот когда это можно будет сделать, полагаю, что это как раз вторая половина месяца. Ну, во-первых, 14-е числа будет кульминация Юпитера с Плутоном. И в это же время примерно Венера добежит и создаст между Юпитером и Плутоном прекрасную конфигурацию большой творческий треугольник. И у вас период где-то с 14-го по примерно 25-26-е число. Это время наиболее интенсивное, наиболее такое масштабное именно для того, чтобы вы что-то реальное в апреле сделали. Во-первых, огромное количество творческой энергии, что, собственно, говорит о том, что вы вполне можете создавать какие-то идеи и сразу их реализовывать. Для этого у вас будут нужные ресурсы, достаточное количество денег, поддержка коллектива. Вы можете спокойно себе найти даже в это время покровителей, и они тоже вас вполне себе поддержат. И у вас будет достаточно внутренней уверенности и какой-то такой динамики для того, чтобы какие-то несущественные преграды, которые в это время могут образовываться в связи, конечно, с, например, там, с какими-то внешними условиями или с условиями вашего индивидуального прогноза. Даже эти несущественные преграды можно очень легко преодолевать и идти дальше. Поэтому вот как раз еще раз повторюсь, что время с 14 по где-то 26 апреля это самый интенсивный период, когда вам нужно реализовывать свои идеи, работать над проектом, пытаться его масштабировать в это время, привлекать к своим идеям, к своим проектам больше людей, которые имеют какую-то мощь в своих руках, финансовую, властную мощь, то есть любую. Ну и вообще взаимодействовать больше с коллективом. Как раз это время, когда вас могут заметить, вас могут повысить, вас могут отметить, вас могут наградить какими-то почестями, к вам могут прийти деньги, к вам может прийти слава. То есть вот именно то, чего вы как бы хотели, к чему вы выстраивали базу материальную, понимаете? То есть это не значит, что я о том, что как бы я не сулю ничего того, над чем вы не работали. Потому что, ну как бы, что-то с неба упавшее, это скорее всего по урану нам может достаться, но не по плутону. Вот по плутону нам достается ровно то, что нам, на что мы работали, ради чего мы трансформировались и переживали какие-то кризисы. Вот это как раз-таки идет по плутону. Ну и очень неплохой аспект создается с период с 23 по 27 апреля, когда Марс будет в секстиле к Юпитеру. Это тоже неплохой аспект, это аспект творческий. И он говорит о том, что в это время вы можете, например, активно выступать на публике, продвигать какие-то свои идеи, искать для них инвесторов, переговоры создавать и куда-то ездить. То есть Марс имеет в своей базе еще и динамику поездок, физическую динамику. Поэтому здесь надо больше двигаться для того, чтобы создавать марсианские возможности. А марсианские возможности это, простите, и наша агрессия, и наша активность, и наши пробивные способности. Поэтому в это время они будут у вас на высоте, главное ими успеть воспользоваться. Ну и интересным моментом является то, что в этом месяце еще и Венера, она как бы поработает с вашим управителем, она достроит творческий треугольник как раз на управителе вашего и Плутон. Я предполагаю, что середина месяца может говорить о том, что период с 14 по 27 апреля, даже не середина, а, собственно говоря, достаточно большой период в апреле, будет говорить о том, что вам повезет в любви. Поэтому любовная тема хороша в этом месяце, вы не должны ни в коем случае ее забывать, вы должны ей уделить достаточное количество внимания, как и творчеству просто. То есть, если вы просто хотели бы чем-то развлечься, отвлечься, найти себе новое вдохновение или хобби, то вторая половина апреля прекрасно для этого подойдет. Вот таковы мои советы для этого месяца, для вас, уважаемые стрельцы. Я надеюсь, они будут вам полезными и дадут вам почву для размышлений, для создания нужного, важного и благоприятного плана. Удачи вам и до новых встреч. До свидания.